Тема развития общественного транспорта и качества пассажирских перевозок всегда звучит остро и актуально. Дать подробные ответы на все вопросы пришел первый заместитель главы администрации Белгорода Константин Полежаев. Своё выступление он начал с подведения итогов конкурса на право осуществления пассажирских перевозок. Согласно положению, в Белгороде действует 64 маршрута. По договору на них работают три компании. Главное требование к перевозчикам сегодня, чтобы весь транспорт был моложе 10 лет. В течение года с момента проведения аукционного заключения контрактов перевозчикам должен был быть заменен весь подвижной состав старше 10 лет. Ну я думаю, что вы все видите и наблюдаете вот эти дымящие мазы, маны, мерседесы, которые разбрасывают чёрные клубы дыма. Мы не будем говорить о техническом состоянии, они не поддаются никакой критике. Из 643 автобусов заменить придётся 400. Закупать новые транспортные средства будут сами перевозчики. Они вправе выбрать марку автобуса и приемлемую цену. Главное, чтобы транспорт был комфортным для пассажиров, экономичным и экологичным, не ниже класса Евро-4. Сумма на это потребуется крупная, потому перевозчикам позволят постепенно заменять подвижной состав. Если брать, что средняя стоимость автобусов новых марка Пола, там белых, которые вы видели, порядка 2 миллионов рублей, ну вот цифра складывается сама по себе. То есть 400 на 2 миллиона получаем чуть-чуть не дотягивает до миллиарда 800 миллионов рублей. При этом Константин Полежаев заверил журналистов, что обновление транспорта не приведёт к повышению тарифов. Об этом не идёт и речи. Осложняют работу водителям и создают коллапс на дорогах сегодня нелегальные перевозчики. Они курсируют по маршрутам 27, 28, 33, 127 и 128. У них нет договора, позволяющего осуществлять перевозки. Но терять прибыль предприниматели не хотят и выходят на дорогу незаконно. В 50 рейдах было составлено 200 протоколов об административном правонарушении. Работают две компании – таксопарк и спутник, которые не меняют конкурс, не заключали договора и по своей сути на сегодняшний момент являются абсолютно нелегальными перевозчиками. То есть вот эти все жалобы населения о грязных автобусах, о дымящих, чадящих и в плохом техническом состоянии – это компания незаконных перевозчиков. Журналистов интересовал вопрос, когда на остановках появится информационное табло, чтобы и жителям, и гостям города было проще ориентироваться по маршрутам. Ни на одной остановке нету карты маршрутов. Я не могу подойти на остановку и понять, как мне от горбольницы доехать домой, допустим. В своем ответе Константин Полежаев подчеркнул, что этот вопрос решается. В Белгороде реализуется за счет инвесторов проект «Белгородская остановка». В этом году будут изменены и оснащены 40 остановок общественного транспорта. Там будут стоять информаты, там будет стоять карта города в обязательном порядке, там будет стоять карта маршрутов, там будет расписание. Да, наверное, не все сразу. Да, хотелось бы нам, конечно, все поменять единовременно. Но, к сожалению, финансовые возможности таковы, что мы будем двигаться частями, этапами. Еще одна поднятая на встрече тема – платные парковки в центре города. Как отметил Константин Полежаев, в настоящее время утверждается нормативно-правовая база. Старт проекта перенесен на 1 ноября этого года. Обратили внимание журналисты на некоторые маршруты, например, 31-й. Его в ближайшее время еще раз оценят специалисты. В Белгороде мониторят ситуацию на дороге и в случае необходимости готовы скорректировать работу. Так, например, по требованию жителей маршрут троллейбуса номер 5 уже продлен до аэропорта. Маргарита Платонова, Александр Поддубный. К этому часу. Белгород. Продолжение следует...